Глобус 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 В России всего два петрографических музея. Один из них наш, университетский. Расположен он в здании 12 коллегий. Посвящен разделу геологии, изучающему горные породы. Если вы забыли, напомню. Горные породы – это такие природные тела, которые состоят из одного или нескольких минералов. Вначале коллекции привозили из Европы, а потом стали собирать сами. Первая такая коллекция – диабазы Аланецкой формации – состояла из 550 образцов. Сегодня в фондах музея хранятся тысячи экспонатов. Мы вошли в петрографический музей. У нас три зала. Учебные, так называемые, собственно, музейные. И вот сейчас мы в нашем знаковом помещении. Начало-начал. Это исторический кабинет мемориальный заведующего кафедрой, первого заведующего кафедрой петрографии. Академика Франца Юльча Левенцуна Лесинга. Когда мы проходим по большому коридору, и вот под портретом Франца Юльча Левенцуна Лесинга написано, что он основатель кафедры петрографии 1920 год. А я вот, знаете, где-то читала, что, кажется, в 1920 году, когда Левенцуна Лесинга издавала свои первые лекции, то ему цензор, слово «петрография» переправил на «ленинография», кажется. Ленинография, да. Петрография. Ну да, Петр Каменный, вот он стоит напротив, наблюдает за всем, что тут происходит. Наверное, ему это очень не понравилось. Конечно, ему не понравилось. Петр любил камни и в своей любви был бескомпромиссен. Задавшись целью построить каменный город, он запретил каменное строительство везде, кроме Петербурга. А еще с каждого воза, который въезжал в город, он брал каменный налог. Так в Петербург потекли деньги и камни. Вот один из них – этот гром камень. Впрочем, появился он уже при Великой Екатерине. Когда, собственно, зародилась наука Петрография, она зародилась тогда, когда появился такой научный метод изучения горных пород. Сами знаете, вы поднимаете камень, он может быть очень мелкозернистый, ничего там не разглядеть, кроме цвета. Да, нам надо знать о нем, потому что, чтобы сущего открыть, чтобы его как-то утилитарно использовать по назначению, чтобы что-то из него извлекать. И вот молодой человек, англичанин, Генри Клифтон Сорби, это тот он уже почтенный такой мэтр-муж, член Королевского общества, президент. Мальчиком он придумал способ изготавливать препараты микроскопические. Потом посмотрите, что такое шлиф, что такое препарат. Да, это тонкий-тонкий срез горной породы, 0,03 миллиметра, 30 микрон. Не больше, не меньше, иначе оптика там начинает показать или прыгать. Вот, как у биологов, предметная стеклышка наклеивается, это тонкий срез и покровная стеклышка. И смотрится это в петрографический микроскоп, поляризационный он называется, вот первая модель у нас. И вот атлас микрофотограмм, то есть таких иллюстрирующих видов горных пород под микроскопом у нас тоже есть. Вот, они черно-белые, потому что не было цветной фотографии. И где-то параллельно вышел такое же пособие во Франции, но там французы есть французы, они раскрасили. Это вручную получается? Вручную, такой совершеннейший графический дизайн, который приводит в восторг современных студентов. И этот восторг понятен. В удивительных картинах, которые рисует природа на срезах горных пород, можно прочесть едва ли не всю историю искусства. Например, в этих каменных линиях угадывается и стиль японской миниатюры, и горы Сезана, и девочки-бега. Мы проходим в наш первый зал музейный. Не побоюсь сказать, что человечество связано с горной породой, с камнем изначально, от самого начала, от самых истоков. И по жизни с ним шагает до сих пор. Кому-то в голову пришла такая мысль, идея, взять, спрессовать все время человечества в одни сутки. Так вот, они посчитали, что каменный век длился 23 часа 57 минут. А все остальное, во все остальное время укладывалось все остальное. Ну, раз так долго вместе, значит, горная порода нужна человеку. Это понятно. Раз она нужна, ее надо изучать. Что характеризует горную породу? Ну, прежде всего, как и человека, внешний облик. Физиогномия, как раньше говорили. То есть горные породы имеют свой облик. Называются это структуры и текстуры горных пород. Видите, так они кажутся как-то все серыми, невзрачными, горные породы наши. А когда вот так направленно подбираешь эту коллекцию, создаешь по размерности, по направленности зерен, по крупности, допустим, одних минералов и более мелкой зернистости других, видно, что они совершенно разные. То есть вот у нас начинается наша коллекция учебная систематически с характеристики структуры текстур горных пород. Причем здесь у нас магматические породы и здесь метаморфические породы. Поясни. По происхождению горные породы делятся на три группы. Магматические, осадочные, метаморфические. Что есть что, можно понять уже из самих названий. Магматические породы – это конечный продукт магматической деятельности. Осадочные образуются путем различных способов осаждения вещества. Ну а метаморфические несут в себе следы бесконечных метаморфоз, которые происходят с магматическими и осадочными породами. Ну вот и сейчас мы познакомимся с экспозицией, которая представляет нам большую группу пород, вулканиты. Вы видите, да, бомбы, лавы, лапили, дальше пеплы. Это лавы Камчатки базальтовые, разных вулканов Мутновского, Толбачика. Это лавы, застывшая, окаменевшая тефра итальянских вулканов острова Иския, прочь, да. Это Везуви, которые мы все хорошо знаем. Но это не то историческое извержение, да, которое погубило города Геркуланом и Помпей, а это извержение 1944 года. Естественно, мы думаем о вулканах как в большом зле. Не летают самолеты, гибнут города, гибнут люди и так далее. Но на самом деле вулканы большие строители. Вот тому облику, который сейчас имеет земля, во многом, конечно, мы обязаны вулканам. И тому облику, который имеет Петербург, мы тоже отчасти обязаны вулканам. Конечно, своего Везувия у нас нет, зато есть орудие пролетариата, брусчатка из габродиабаса. Вулканической горной породы, которой вымощена, в том числе, Дворцовая площадь. Мне кажется, что зря нашего основателя города Петра Первого, Каменного, кстати говоря, тоже, ругают за то, что он на болоте построил город, потому что вокруг Каменного сырья было достаточно. И результатом, конечно, наш город и является. Во-первых, с чего начиналось строительство, пока там не стали массово изготовлять кирпичи и так далее, это путиловская плита, известняки, осадочные породы. Вот вы поднимались по лестнице, как раз по ним. Все цокольные этажи старых зданий, лестницы, тротуары. Использовались как раз вот эти горные породы, известняки. Еще интересный известняк – известковый туф или травертин. Это колонны Казанского собора. Это растральные наши колонны. Это вот эти известняки. А вот он такой пористый. Пористый. Вот это беда. Как же из него строили колонны? Колонны строили в Италии, сплошь и рядом используют такие породы. Наш Казанский собор, хотели же по образу и подобию тоже собора Святого Петра время построить. И использовать вот такой же камень. Благо он у нас под Гатчиной был месторождение. Но климат у нас другой, поэтому реставраторы сейчас стонут и плачут. Ну и переходим плавно мы к кислым породам по составу, гранитоидам. Граниты очень разнообразны по виду, если присмотреться. Конечно, преобладают граниты Рапакеви. Это наш выборский массив. Есть на берегу Ладоги тоже массив. Рапакеви – это финское название, поскольку в большей части он в Финляндию ходит. Гнилой камень. На самом деле он, конечно, монолитный, не гнилой, твердый. Странное название для такого камня. Странное, прочность у него очень высока. Откуда тогда такое название странное? Нет, потому что вот эта структура, да, где тонко там рвется. В гнилой камень одеты самые поэтические символы Петербурга. Набережные и Эрмитажный мост через Зимнюю канавку. Из него высечены колонны Исаакиевского собора и Александрийский столб, постаменты атлантов, фигуры львов на английской набережной, облицованы цоколи зданий Адмиралтейства, Сената и Синода. Впрочем, что касается гранита, в этом городе он повсюду. И мы с ним сроднились. Но разве что скучающий Пушкин как-то написал «Город пышный, город бедный, Дух неволи, стройный вид, Свод небес зелено-бледный, Скука, холод и гранит». Почему человек интересуется камнем и должен знать о нем что-то? Потому что камень, горная порода, на трех китах знание о нем зиждется. Это прочность, это полезность, это красота, такая скромная, северная, неброская красота камня. И вот, собственно, вот эти все оттенки отражают наши коллекции и раскрывают сущность, такую значимость камня. Лабиринт в университетском дворике символизирует извилистый путь к знаниям. Как вехи на этом пути стоят вот такие гранитные камни. На некоторых из них сверху лежат булыжники, как, например, вот этот, присланный из старейших университетов мира. Говорят, такие посылки в университет приходят и сейчас. И это, наверное, символично. Настало время собирать камни и делать открытия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok